Всем привет, друзья! С вами Бурбон, и я, наконец-то, стал работником Алькатраса. Теперь моя зарплата возрастёт несколько раз, и в этой серии мы посмотрим, что же можно делать в Алькатрасе. И я, на самом деле, не знаю, сколько собрала максимальное количество лайков в прошлой серии, так как я недавно в Алькатрасе залил, и пока что в ней 20 лайков. Но я знаю точно, что сегодня все, кто просил приветы, они их получат, поэтому давайте погнали! А сегодня приветы получают Никен Анджело Вуд, вся семья Инг Сайс, Егор, Вован Винниканов, Роберт Валгер, Макс, Роберт Ганзе, Андрюха, Оскар Корбеков, Сергей Стримов, Никита Сайлинг, Адриана Лоренцо, Джеймс Хеннесси и, в принципе, Сяфама Хонда. Огромным привет, чуваки! Если также хотите получить привет, то напишите в комментариях, также не забудьте поставить лайк ролику. А в этой серии давайте соберем 42 лайка, опять же, будем повышать планку лайков на один, все время больше, я думаю, что у нас это получится, и задумка это неплохая. Лично для меня, ну и, в принципе, для вас, потому что чем больше лайков, тем чаще выходят ролики. А сегодня мы попробуем выполнять различные обязанности, наверное, в Алькатрасе, правда, я в душе не знаю, что там нужно делать, я, конечно, понимаю, что охранять тюрьму и так далее. Все, спасибо большое! Не знаю, увидел он мое спасибо или нет, но мне, наверное, нужно ликвидировать на время, конечно, на время. Один вертолет, который тут стоит, правда, я не знаю, его еще никто до меня не ликвидировал, так? Так, фак, его тут нет, ну, черт, тогда, короче, мне, наверное, возьму сейчас Султан, поеду к Алькатрасу и позову людей, которые там уже работают, чтобы они меня доставили до Алькатраса самого, и я уже приступил к работе своей. Вы знаете, может, даже будет взять. Так, не, он с перфомансом. Просто перфоманс я не люблю, да, он быстро, но его просто конкретно заносит на поворотах, и проехать с ним вообще вот, когда у тебя включен перфоманс, ни разу не врезаться, это практически невозможно, особенно ехать еще на дороге очень кривой. Кстати, сейчас будет Payday, ну, мне кажется, зарплата сейчас у меня будет 1800, я, кстати, на четвертом ранге уже, если кто не знает-то, да, сделал отчет, перевелся, и все. И, кстати, на четвертого ранга этот скин, по-моему, очень прикольный. 2300 даже за Payday получил, это довольно-таки нехило. Прочел на форуме тему, и, в принципе, ребятки, я ознакомился я с такими базовыми правилами, вот за мной уже едет катер, это едет, короче, начальник, если не ошибаюсь, Алькатраса. Так, ну что ж, мне нужно, наверное, сейчас будет спрыгнуть, такс, а это куда ты ушел-то, я хотел прям туда, четенько, ну, ладно. И, в принципе, действительно, это неплохой чувак, который все время мне и отвечал, серьезно, что ли? Просто, как я люблю этот проект, спасибо, Диамонт Ради Плей. И прошло несколько дней с того времени, как я снимал прошлый ролик, сейчас у меня какой-то бах, когда я начинаю прыгать, то есть, видите, меня откидывает, ну, да ладно, прыгать не буду. И я решил сделать такую небольшую экскурсию вам по Алькатрасу, быть может, кто-то захочет выкрасить кого-нибудь, быть может, кто-то захочет ступить, чтобы он знал. В общем, это, собственно говоря, вертолеты, давайте-ка, давайте-ка сразу, наверное, доставим боеприпасов. Так, в общем, если я не ошибаюсь, я просто ни разу не доставлял, мне нужно, типа, скринить все это, так. Короче, сначала, я не помню, нужно взять чекпоинт, что я отправляюсь, вроде бы, или нет, я точно не помню. А вот, на загрузке боеприпасов отправляйтесь на базу ВМФ, и, в принципе, давайте-ка отправимся. Кстати, знаете, что есть крутого на этом вертолете? Я точно не помню, как, но, фак, или мне это недоступно, или это другой вертолет, просто я знаю, что в некоторых вертолетах можно, короче, вообще вести огонь, как из пулемета. Может, просто не ту кнопку сейчас нажал, и так далее. И, в принципе, чем вообще хорошо работать в инкотрассе? Со стороны довольствия это довольно-таки скучно, ты просто стоишь на посту, охраняешь, и так далее. Но, ребят, в инкотрассе все тихо, и я просто могу оставить компьютер, идти заниматься своими делами, просто приходить раз в 15 минут и делать скрин того, что я стою на посту. Потому что я вот сколько стоял? Ну, порядка, наверное, двух часов. Ну, как, опять же, я стоял, там, отходил все время, и так далее. Но ни одного покушения я не видел, серьёзно, поэтому очень редко, серьёзно, очень-очень редко, наверное, как раз похищаются какие-то там мафиози, либо бандиты и так далее. И поэтому можно просто стоять и получать лавеху, а лавеха тут действительно очень хорошая. То есть, на полном серьёзе за час, в среднем, если играть, там, примерно час, можно получить 10-15к, в зависимости от того, сколько ты будешь, собственно говоря, играть. По идее, тут мне нужно взять груз, я точно не помню. Так, а, да, вот он, короче. А ну-ка, вы взяли боеприпасы. Да, отлично, вот, короче, я взял боеприпасы. Тут даже такая, ну, довольно-таки интересная анимация стала. Даже не анимация, а просто текстурка. Типа, я взял ящик. Это, ну, лучше, чем ничего. И нужно на повышение, на пятый ранг, кстати, отчёт действительно лёгкий. Просто именно нужно позадротить, так сказать, или поделать скрины того, как ты стоишь на посту. А так вот сделать просто элементарно. Нужно, по-моему, 4 часа суммарно простоять в посту. То есть, скрины делать каждые 15 минут. Ну, опять же, не обязательно стоять на посту, можно там что-то бегать, там, с кем-то разговаривать. Просто каждые 15 минут приходить на пост и делать доклад и скриншот. И таких нужно сделать, там, если не ошибаюсь, 16. Также нужно провести 2 рпшки. И рпшки можно сам обыкновенно идти, там, еды принести заключённым и так далее. То есть, прям, знаете, изи. И 5 таких вот поставок сделать. То есть, согласитесь, это тоже несложно. То есть, я затратил на это, ну, несколько минут. Так, только сейчас не нужно, главное, приземлиться. Потому что особо хорошо я не управляю, не умею управлять вертолётами. Но постараюсь, так как немножко, знаете, опыта поднабрался. Так как тут уже работаю я третий день. И на базе, ребят, на базе, говорю, что я сейчас сказал. На балансе, хотел я сказать, сказал на базе. Ну, не обращайте внимания. У меня сейчас 100к. 100к, серьёзно, это я поднял в анкотрассе. Ой, что я делаю? Вверх начал подниматься. Я решил, короче, себя... Не-не-не, пожалуйста, не взорвись. Тонько не взорвись. Хорош. Так, ты что, взорвёшься? Отлично. Отлично. Вот какой хороший я водитель, блин, вертолёта. Ладно, ребятки, это не так важно. В общем, тут мы появились даже не в боннице, а вместе спавна. Мы можем тут взять все ключи, то есть, которые мне доступны. И также тут доступно, есть, короче, снайпер рифл, но она мне пока что недоступна. Поэтому возьмём только вот это и отправимся. Так, мне, короче, наверное, нужно заюзать будет нарко, а то у меня вот 300 с чем-то. Так, наркотики в боннице. Так, я не в боннице. Вот здесь, ребят, если вы будете работать в анкотрассе, когда вы выходите из этой комнаты, вам нужно ждать прям вот где-то, ну, секунд 20-30, пока у вас прогрузится эта карта. Потому что если вы сразу побежите, вас просто может закинуть текстурку или крашнуть, кикнуть и так далее. Так вот, ребятки, это у нас такой вот база отдыха, наверное, и место, где мы можем взять патроны. Тут мы можем закончить рабочий день или начать его. И, в принципе, вот она сама тюрьма. Тут по периметру стоят вышки, ничего интересного нету. В той стороне, там, я думаю, даже не было показывать, там просто вход, там стоит маяк, которому можно сирену активировать и, в принципе, всё. И мы вошли, собственно, в анкотрасс. Так, давайте-ка вам покажу всё. Здесь, если не ошибаюсь, должны быть адвокаты, которые будут выпускать заключённых. Ну да, я оказался прав, как это я до этого додумался вообще. Так вот, и, в принципе, вот он, сам анкотрасс. Двери, по-моему, сами не закрываются. То, чтобы пройти к заключённым, серьёзно, нужно прям немало времени провести. Короче, это, по-моему, у нас карцер, от которого ключей у меня нету. Так, давайте проверим. Так, ну да, видите, я нашёл, почему ничего не происходит? Это карцер. Это там, наверное, каких-то самых отбитых преступников туда вводят. Ну, хз, тут, по-моему, у нас есть такие вот лодочки. Я, правда... А, вот они, они военные, короче, если не ошибаюсь. Да, вот у них, короче, есть, по-моему, вот, видите, пулемёты, собственно говоря. И на этом вернёте тоже. Ну, их пока брать не буду, они мне особо не нужны. Но, если что, ребят, можно взять и показать, кто тут мощь, кто тут сила. Так, вот, отправляемся дальше, посмотрим, что тут такое. Знаете, я небольшой мини-обзорчик сделаю. И мы, собственно говоря, вот, по-моему, комната отдыха. Охрана находится. А там уже, собственно, зэки сидят. Давайте пойдём к зэкам, посмотрим, чё да как вообще. А это что за замок? Открыть все камеры, закрыть и вылечить ключей. А, я, кстати, даже не обращал на него внимания, потому что тут я был всего пару раз. Так как, по-моему, коты в здании тут не дают тебе денег. И, соответственно, ты когда в здании, ты их не получаешь. Ну что ж, давайте-ка пойдём посмотрим, что у нас на первом этаже. Да даже если я их и выпущу, ничего страшного. Они всё равно бежать не смогут. То есть, если я, допустим, тут открою эту комнату. Вот это я тоже не совсем понял. Я, в принципе, как мои предположения, то есть, тут никак с ним не могу я взаимодействовать. Как мне кажется, это у нас обыск. То есть, мы видим, такие две бандурины стоят. Если сюда зэк становится, то, наверное, у него можно там забрать лицензии. Какие лицензии? Забрать там, допустим, единица, оружие там, либо наркотики, если они у него есть и так далее. Ну, не знаю, насколько я окажусь правым. И тут, в принципе, камеры. Тут, я думаю, кто был в инкотрассе. Ой, а я закрыл эту камеру-то? По-моему, нет. И сейчас этот чувак, если он, короче, убегает... А, всё, она сама закрылась. Отлично. И такие вот тут камеры. Их можно закрыть, открыть. Опять же, тут рабочая площадка. Можно пинать грушу. У меня, по-моему, груша больнее ударила, чем я ее. Ну, и опять же, это, я думаю, вы уже видели. Такая вот тут работенка, за которую 15 баксов вам дают. Ну, в принципе, вы знаете, когда вы попали в инкотрассу, лучше что-то заработать, чем вообще ничего и просто ждать. Поэтому это вы уже сами смотрите. И такой вот небольшой обзорчик на инкотрасс. Сейчас, если выходит, я, короче... Так, а ну-ка, они сами что-нибудь закрываются? Ну, да, наверное, сами. Хз, просто я еще два раза на шепт, короче, нажал. Ну, да, вон они закрылись, все отлично. Ну, в принципе, все. Тут есть камеры, только я не знаю, возможно ли за этими камерами смотреть. То есть, где-то комната какого-то чувака, который следит за хамерами, ну, типа охранника. Ну, не знаю, такого я не видел. Особо много тут не работаю. Я, как бы, которые часы работал, я просто стоял на посту. И, собственно говоря, такого в инкотрасс. Я думаю, что этим самым я помог. Ох, если вы, допустим, захотите что-нибудь тут поделать, то, в принципе, ход камеры с улицы вот такой. Только, я не знаю, сможете вообще, если, допустим, вы в каком-нибудь там гетто, либо в мафии. Ну, наверное, вы сможете выкрасть там где-нибудь в армии, там, бомбу, чтобы открыть эту дверь. Типа, вот, вот, самое главное, в которую можно зайти. Ну, не знаю, может, там как-то по-другому происходит. Просто я мафии ни разу не грабил. Я пробовал, короче, но не получилось. Назвал серию, типа, сарказмом, что самый лучший побег из инкотрасса. Но, почему-то, она сейчас набрала 17 тысяч просмотров. То есть, её увидели новые зрители, которые не были подписаны на канал. И они не поняли сарказма, начали ставить дизлайки. Ну, и ладно, то есть, фиг с ними, не поняли. Это их проблема, и осуждать за это я их не могу. И да, значит, у этого вертолёта нету всё-таки пулемёта, но ничего страшного. И пошёл, короче, доставлять боеприпасы. Потому что это, знаете, намного легче, чем на какой-нибудь армейке. Потому что на армейке тебе нам нужно ещё загружать, там, бегать и так далее. А тут ты просто приехал, взял груз и, собственно говоря, спокойной душой уехал обратно. Ну, вот, мы видим, что охранник тюрьмы Джон Бурбон покинул территорию тюрьмы. Это означает то, что вот во время того, как я доставляю боеприпасы, мне деньги за то, что я охраняю, инкотрасс поступать не будут. А так, если вы хотите поднять денег, то инкотрасс это самое, наверное, лёгкое место, где особо делать ничего не нужно. Ну, просто находиться, как бы, на территории инкотрасса. Вы можете, там, заняться своими делами, там, не знаю, там, фильм посмотреть, там, почитать, там, что-то там, не знаю, ещё сделать то, что вам охота. Да даже, не знаю, конечно, гулять, если уходить, то это опасно, потому что может какой-нибудь прийти, там, начальник, сказать, там, не спим, а ты молчишь. И там, либо выговор тебе дадут, либо вообще уводят. Поэтому, не знаю, это уже осторожнее будьте. Ну, хз, мне пока что норм, так как запеймая в среднем где-то... Ё-моё, главное сейчас нормально приземлиться-то. Запеймая в среднем 10к. Во, сейчас приземлился вообще, знаете, прям вот шотенько. Это, наверное, самый лучший раз из двух, в которых я приземлился, потому что для этого я вообще при припасами не занимался. Ну, вы знаете, вернет, действительно, прикольная тема. Поэтому, если вы хотите, можете идти пока что в некоторых раз, я тут побуду где-то недельку, повышусь до пятого-шестого ранга, а после переведусь уже в ФБР. Мне, кстати, некоторые говорили, что в ФБРе очень сложно будет, там за два дня нужно пройти стажировку, а в стажировку входит 12 различных пунктов, там нужно сдавать различную фигню и так далее. Но, блин, я всё-таки хочу пойти в ФБР, так как мне понравилась эта структура, да и вообще посмотрю. Если что, я как бы в ПД мне уже надоело, так как преступников, когда все видят ментов, они просто оффаются. А то хотел попробовать там поработать под прикрытием и так далее. В общем, попробовать себя в новой сфере. Но если не получится, то иду из ПД и пойду в какую-нибудь другую организацию, потому что я тут так уж и побыл немало. Но пока что я уходить не собираюсь, то есть как минимум неделю я ещё буду в Малькотрассе, поэтому вы можете докачаться до четвертого ранга, если вам осталось немножко. И, в принципе, опять же, если будете поработать со мной, но особо я тут не работаю, то я вот просто АФКшу. Поэтому, если вы вдруг меня увидите и там напишите, допустим, бурбон, ответь, я ему не отвечаю. Не волнуйтесь, это как бы не я вас игнорю, просто я сейчас не у компа и там просто получаю ЗП. Вы можете делать так же. И давайте-ка сейчас, по идее, должен нормально. Так, давай. И, в принципе, всё. Сейчас мне нужно заскринить. Так, боеприпасы выгружены. Отлично. Делаем тайм и делаем скриншот. И, в принципе, вот такая вот работа. Да, она довольно-таки скучная. Ну, во-первых, прикольный скин. То есть, на четвёртом ранге такой вот скин, по-моему, действительно шикарный. Мне он действительно нравится. То есть, с виду, если бы ко мне подошёл такой чувак, я подумал, что он какой-нибудь там заман и ещё кто-нибудь. Потому что, действительно, он, похоже, он майор такой был на Адванс РП. А тут я детектив-следователь, если не ошибаюсь. И у меня тоже такой скин. Короче, ребят, делаем ещё такой отчёт. Я просто не знаю, сколько у меня там уже скринов есть. Возможно, даже сразу, сразу, сразу два отчёта сделаю на шестой ранг. Просто не знаю, что в ЗП больше было. А потом переведусь в ФБР. Я знаю, что он с пятого ранга. И буду уже там. На этом, ребят, думаю, всё. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Бурбон. Всем пока.